И все равно белый это цвет лета, он кудач, он модный. Саша, вот скажи, пожалуйста, тебя все в твоей жизни устраивает, да? Ты торчишь тут целыми днями со своими документами, у тебя мужика нормального нет. Вот я, например, вот я, посмотри. Лифчик белый купила, туфли купила, шляпу белую купила. Может, муж теперь зарабатывать начнет. Да не слушай ты ее, Кать, у нее то кулинария, то гороскопы, то рыбки. Не надо ни рыбки, аквариума водства, между прочим. Ты еще скоро фермерским хозяйством увлечешься и козла нам в офис притащишь. А почему ты козел-то? Зачем козел? Уж корова тогда, от нее толку больше. Девочки, вы какие-то вот не такие, вот я к чему-то стремлюсь, я все время куда-то иду, а вы как девы старые, Романа, он бледный, как ее блузка. А-а-а, про Першина читаешь? Катя, ну Катя, ну это ведь бред, это неправда. Ну как это может быть, Першина какая-то бесформенная блондинка, а? Ну он же весь твой, Кать, ну весь твой. Наверное. Могу я видеть адвоката Романову? Телефон, газ, вода. Опять. Сволочь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Виктор Иванович? Это Воронина, мать Артема. Мне опять прислали деньги. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Спасите папу. Его обвиняют в убийстве какого-то, какого-то Воронина. В его спасении вся моя жизнь. Я, я перед ним очень виновата. Он не мог, он не мог этого сделать. Так, Арина, сейчас вы прекращаете плакать и рассказываете мне все последовательно и подробно. И потом мы с вами разберемся, хорошо? Этот Воронин… Он, он, кажется, бизнесмен. А мой… А мой отец… Бомж. На него хотят повесить чужое преступление. Дали ему, знаете, такого бесплатного адвоката. А тот его только уговаривает, чтобы он осознался и подписал все бумаги. И папа готов это сделать. Он через два дня будет в суд. Так, значит суд через два дня. Так расскажите поподробнее про отца. Мои родители развелись десять лет назад. Сначала было все хорошо, а потом папа стал пить. Он Высоцкого любил. Оленька твой придет. Придет. Если ты в Азька и Женька, А люди все роптали и роптали, а люди справедливости хотят. Ну, говорят, елки-палки, мы в очереди первыми стояли. А те, кто сзади нас, уже едят. Опять напился. Ну, закрыли твой завод, ну, плюнь ты. Иди в такси работать. Я не знаю, выйти. Вон, Генка, Верка, недавно уже работу нашел. Да все пьешь, да пьешь. Где? Да вообще, ты думаешь или нет? Ты что, Ильич, хоть заработал? А дочери подумал, как она будет жениху, такого папашу придурка, показывать. Алкаш. Неудачник. Я неудачник. Мне не повезло. Ну, я не смешивал добро и зло, дочь. Он пился больше и больше. Он не мог привыкнуть. Новое государство. Новая страна. Новая жизнь. Мы должны были ему помочь. Мы его могли спасти, я и мать. Но... Мы его предали. Где Ленька-то? Курю-то. Ну, ты сейчас скажешь ему, дочь? Чего чину-то тянуть-то? Давай, а то пока у тебя пусто не отросло. Ты давай сейчас ему скажи, пусть он тебе официальное предложение при всех снимает. А папа где? Ну, не знаю, пьет где-то. Какая разница? Он что есть, что нет его. Я отменяю, но не проблю. И впереди большие перемены. Лень, послушай. Я тебя очень слушаю. Лень, я... Я в положении. Какие проблемы? Я тебя люблю. Ты меня любишь? Поженимся. Крошка. Кстати, жить я буду у тебя. Ну, сколько можно снимать эту квартиру? Сейчас сделаю официально. Займите. Минуточку внимания. Дорогие мама, тетя Баля, и вы, товарищ. Прошу руки вашей дочери. Руки, значит? Ну, я тебе мудила. Морду-то сейчас отрихтую. Баба, зачем? Что ты делаешь? А ты спроси у него, что он сейчас на лестнице делал? С твоей подружкой! На! Мои с отцом развелись, а я вышла замуж за Лёлю. Ну, ладно, что обо мне. А после развода мать с отцом... Мать выгнала отца из дома. И он ушёл никуда. Много лет мы с ним не виделись. А год назад я начала его искать. После того, как Лёня с бабой застукала. А он мне сказал, что жил со мной только из-за квартиры и прописки. Вы всё же приехали. А я вот уже уходить собрался. Послушайте, Екатерина Эдвардовна. Эдуардовна. Послушайте, не ваш это профиль, Катюша? Екатерина Эдуардовна. Ну, зачем он вам? Бомж. Снял с него всё, что мог. Убил мужика. Следствие проведено. У прокуратуры вопросов нет. Всё нормально. У меня вопрос. Я теперь официальный адвокат Владимира Курского. Я могу ознакомиться с делом? Ну, конечно. Конечно, Катенька. Прошу вас. Прошу, пожалуйста. Алло. Да. Ой, ну ладно. Всё, давай. 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 Всё, давай. Видите, случайно утопил свой мобильный телефон. Вот пришлось покупать новый. А мне подсунули вот этот с камушками. Да. Да не читайте вы эти ужасы. Я вам сам сейчас всё расскажу. Некий Артём Воронин, владелец и директор фирмы ВАН, пропал 11 мая позапрошлого года при невыясненных обстоятельствах. При невыясненных обстоятельствах. А вот здесь можно подробнее. Конечно. 11 мая он выехал в 10 часов из своего дома в новом жилом комплексе на Варшавке в свой офис на Малой Дмитровке. У него была назначена встреча на 10 часов в офисе. Но на встречу он так и не приехал. И в результате его никто не видел. Заяву у его пропажи подали родственники мать и жена. Это было 14 мая? Спустя три дня. Ну, конечно. По закону Воронина этого стали искать. И случайно обнаружили его тачку на штрафстоянке. Выяснилось, что машина была припаркована не в положенном месте возле царицинского тендер-парка. Ее там и обнаружили сотрудники ГИБДД. А что Воронин делал в парке? Не знаю. Может быть, воздухом хотел свежим подышать. А тут его и грохнул этот бомж Курский. А кто обнаружил труп? Труп обнаружили совершенно случайно. Через два года. Гражданин начальник. Пошел. Свои обиды каждый человек. Говорят, пошел. Будет время и забывая. Давай. А моя печаль. Встал к машине. Сергей Петрович. Да. Мы тут недалеко шалаш бомжей обнаружили. Остальные разбежались. А этого я поймал. Смотрите, что у него в кармане было. Так. Руки. Гражданин начальник. Полчак. Откуда это? Не мое. А чье? Нашел. Где? Приобщите к делу. А что известно об этом Воронине? Да ничего особенного он себя не представлял. Женат, детей нет, врагов нет. Кать, честное слово, ничего тайного и загадочного здесь нет. Аж скучно. Грохнул его этот бомж и все. А старый перелом на правой руке трупа имеется? Ой, Кать, имеется, имеется. Вы нас вообще за кого держите? Родственники признали труп. Что еще? Обгоревшего терпилу двухлетней давности, как вы изволили выражаться. Значит так. Я требую провести генетическую экспертизу. С матерью Воронина я договорюсь сама, она даст добро. Это долго и дорого. Ничего. Зато даст уверенность в том, что мы хороним именно Воронина. А судим за его смерть, моего подзащитного. Иди, блин, купи себе шоколадку. Отвали, а! Я все подписал? Все! Ну иди, девка, с миром. А меня оставь в покое. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. А вы знаете, как он это спел впервые? Как именно это прозвучало? И почему он изменил только одно единственное слово, вы знаете? Расскажите мне правду. Ваша дочь хочет вас спасти, поэтому я вынуждена... Правду! Так кто ей поверит? Правде-то. Нашел я все это, нашел. Пиджак, а в нем бумажник. Пустой, между прочим. На нашем пруду и нашел. Пиджак на себя надел, поскольку похолодало. Да и кто его купит? И бумажник себе оставил. Понравился он мне, хоть и без денег. Еще и телефон мобильный был, но я его продал, продал. Вот и все. Черт. Все газеты только и пишут о связи Першина с этой... Я не знаю, я в это не верю. Я просто не верю, но он же, он же любит Романова, любит. Я сама несколько раз видела. Что видела, как любит? Да нет, ну он, ну он все для нее делал. Ну абсолютно все. И как можно сравнивать? Это какая-то блондинка тупая, чудовище. И наша Романова. Тут же разница глобальная в интеллекте. И вообще... Нателла, ты чего? Катя, подожди. Стой. Садись. Зачем? Садись, говорю, потом расскажу. А почему на Романовский стучи так? У дандруистов сказано, что если посидеть, ну, разным людям на одном стуле, у Катьки личная жизнь наладится. Вот так вот. Зять, говорю. Ты посидишь, я посижу. Клиенты придут, посидят. И все, и аура, и отложится. Какая аура в пятой точке? Ну, какая-никакая. Все, вставай теперь я. Давай. Поехали. Я сейчас принесу чай. У меня есть свое варенье и овсяное печенье. Пенсить только через неделю. Да нет, вы не подумайте, я не жалуюсь. Я сейчас принесу чай. Я сейчас принесу чай. Я не верю в случайную смерть моего сына. И никакой не бомж его убил. Его убила моя невестка, Маша. И наверняка вместе с Павлой. Это партнер моего сына. Да. А что вы меня считаете ненормальной? Поначиталась? Милиция тоже так думает. Наверняка вам сказали, что чокнутая бабка. Они оба выиграли от этого. Павел стал директором фирмы, а фактически ее хозяином. Маша получила все остальное. И машину, и квартиру, и страховку. Да и от фирмы. Павел ее отстегивает. А могла бы потерять все. Артем хотел развестись с ней. У него любовница была. Так я вас спрашиваю. Кто выиграл от всего этого больше? Бомж или вот эти ублюдки? А милиция что? Им легче все на бомжа сварить. Чтобы настоящее расследование не проводить. Меня за дуру принимают. И Вику тоже. Простите, а Вика это кто? Вика Строева секретаршей была у Темочки. Да это они его убили. Ну поверьте мне. Я это чувствую. Я приду в суд. И скажу, что бомж не виновен. А Машка каждый месяц мне присылает деньги и продукты. Анонимно. Подарками хочет свои грехи замолить. Да только я ни к чему этому не притрагиваюсь. Пусть сама жрет. Вы знаете, у нас был хороший брак. Спокойный такой. Надежный. Никаких особенных страстей. А потом, в последнее время все как-то разладилось. У Артема появилась другая женщина. И я знала об этом. И я следователю все это много раз уже говорила. Так что мне больше нечего сказать. Да. Да не знаю я. Встретимся, поговорим. Но это была твоя идея, мой дорогой. Так что расхлебывать будем вместе. Катя, ты не допускаешь мысли, что мать Артема права? Да никого они не убивали, Сань. Просто жили никак, без любви. Да посмотри, как она себя ведет, как будто боится чего-то. Кать, давай проследим, куда она так рванула. Перестань, Саня. Чудится тебе всякое. Да? Да. Чудится? Тогда я сама. Продолжение следует. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Помоги! Чё опнутое? Мне нужно вон ту машину догнать! Ну, пожалуйста, ну, помоги! Прыгай! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Спасибо! Я тебе что-нибудь должна? Да ничего ты мне не должна! Давай я тебя лучше подожду! Хотя я с тобой пойду! Меня Джонов зовут! Это кличка? Нет, подожди, лучше здесь! Ха! Опять на клее! Ой, что ты будешь держаться? Скажите, пожалуйста, в этот подъезд сейчас зашла женщина! Молодая, красивая, Мария Воронина! В какую квартиру она пошла? Я так и знала! Там что-то нечисто! Там сейчас мужчина! И вообще, эта квартира не её! Она снимает! А давно снимает? Да! Уже года три! Скажите, этого мужчину вы здесь часто видите? Часто! Его Павел зовут! Павел? Да! Точно? Точно! Спасибо! Угу! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда я движу сломанные крылья, конец Бабил драгцы, нет жалости во мне и неспроста. Я… Я не люблю насилие и бессилие… Вот только жаль распятого Христа! Катя, она сняла квартиру еще до убийства Артема. Они заранее все впланировали. Саня, остынь, а. Лучше расскажи толком, что стряслось. Ты знаешь, у тебя такой вид, как будто Маша призналась в убийстве собственного мужа. Не призналась, но признается. Она с этим Павлом встречается уже три года. Консьержка сказала, что они на этой квартире видятся. Слушай, Саня, ну и что? А может быть, Павел женат? Вот они и шифруются. Я тоже читала дело. Мы знаем время исчезновения Артема только со слов Маши, так? Ну да. А если его убили ночью? А потом сказали, что он пропал утром, и у них было стопроцентное алиби. Понимаешь? Ты же сама говорила, есть какой-то телефон этой секретарши Воронина. Дай я сама позвоню. Любочка, не волнуйся. Нет, я вижу, тебе и не страшно, ты улыбаешься. Да? Потому что самое главное, что рядом мама. Главное, что мы с тобой вместе. Да? А когда вместе, тогда ничего не страшно, а? Ой, какой ветер кошмарный. Опа! Мама, папа сидит? Да. Мама, папа сидит. А мама сейчас придет. Подождишь меня? Подожди. Давай ты сейчас собачке расскажешь сказку какую-нибудь, хорошо? Споешь ей песенку, а потом я приду, и мы с тобой будем читать. Договорились? Сказку. Сказку? Сказку. Договорились? Договорились. Сейчас я приду, любовь моя. Подожди. Продолжение следует. После дружбы. СМЕХ 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 Я уверена, он замешан в смерти Артема. Павлу была выгодна его смерть. И Павлу, и Маше. Но следователи мне тоже не верят. А почему вам? Я понимаю матери Воронина. Вы понимаете, я по мужу Строева, а в девичестве Воронина. Кузина Артема, родственница. К тому же 8 лет работаю с ним. Следователи ничего слушать не хотят. Вот расписание Артема за последний день на 10 мая. Он всегда был очень дотошным. Я ему расписание составляла не только на деловые встречи, но и на весь день. Вечер дома, Павел, обсудить проект Дивингер. Павел был у Ворониных вечером накануне исчезновения? Вы Павел? Да, поговорим тут. Заметьте, я делаю одолжение. Но это мы еще посмотрим. Почему вы скрыли от следствия, что были в квартире у Ворониных в день его исчезновения? Что за чушь? Я не был у Ворониных. А вот на это что вы скажете? Понятно. Строева. Но-но. А почему я должен отвечать на ваши вопросы? Вы что, подозреваете меня в чем-то? Я подозреваю вас и Машу в умышленном убийстве Артема Воронина. Вам была финансово выгодна его смерть. А Маша еще задолго до смерти мужа стала вашей любовницей. Вот что, милая девушка, вы не создаете впечатление полной дуры. Просто, видимо, вас ввели в заблуждение. Я действительно собирался в тот вечер к Артему, но не поехал. Не мог видеть одновременно Машу и своего друга. Вам может показаться странно, но они действительно были небезразличны. И друг, и его жена. А в тот вечер у меня есть алиби. Его может подтвердить. Ваша жена? Совсем нет. Полина Морозова. Бывшая любовница Артема. И прежде чем осуждать Машу, вы могли бы узнать, что Артем уже два года издевался над женой. Изменял. А Маша знала о Полине. И терпела. Как вы в тот вечер встретились с Полиной? Случайно. В своем любимом кафе. Мы с Полей хорошо знали друг друга. Артем ее всем показывал. Не стесняясь Маши. Молодой человек. Олька! Узнал. Слава богу. Я уже испугалась. Оленька, солнышко. Привет, дорогой. Какая новость. Так, садись сюда. Спасибо. Сейчас что-нибудь покушаем. Не-не-не, спасибо, Паш. Мы уже, мы уже поели. Не волнуйся. Все хорошо. Ну, рассказывай. Нет, это ты рассказывай. Ну, что рассказывать. Вот. У меня все новости налицо. Я, кстати, замуж собираюсь. Так что, все великолепно. Два раза молодец. Скажи мне, а ты с Артемом-то видишься? Ну, да, конечно. Ну, и что ты молчишь? У него-то кто родился? У Артема. Ну, у него же уже кто-то родился? Маша родила? Родила. Ну, Артем об этом точно не знает. То есть вы хотите сказать, что Полина почему-то думала, что Маша беременна? Ну, да. Артем соврал ей. Видимо. Ну, правда-то мы не узнаем. А только вот Полька подтвердить мое алиби может. А потом в ночь мне пришлось срочно уехать из города. Можете проверить. По билетам. Это не алиби. Вы могли сначала убить Артема, а потом уехать. Или вы вообще никуда не уезжали, а просто купили билеты? Артем все метался между мной и женой. Никак не мог выбрать. В конце концов, мне самой все это надоело, и я сама разорвала наши отношения. А когда это было? Ну, где-то за полгода до его исчезновения. А больше я его не видела. Поверьте, мне очень жаль, что Артем погиб. Но больше я, к сожалению, сказать вам ничего не могу. Я родила ребенка от другого мужчины. Скоро выхожу за него замуж. Вот так. Катя, а что ты собираешься делать? Как можно за одну ночь доказать, что Маша и Павел... Я не собираюсь это доказывать. Так, что-то там было интересное. Где? Протоколе осмотра машины погибшего. Стоп. Так, машина Артема была обнаружена рядом с парком. Правильно. Маша и Павел после убийства решили отогнать машину куда-нибудь подальше от дома к офису. Чтобы все подумали, что он пропал утром, а машина сломалась. Подожди, ты вот это заметила? Полный бак бензина в машине Воронина. Ну и что? Маша не могла отгоняй машину мужа заправлять полный бак. Значит, значит, ее заправлял сам Артем. Причем утром. Ну да. Он не стал бы заправлять ее вечером. Он торопился домой. Вообще, знаешь, Катя, мне кажется, какая-то ерунда. И виноват, скорее всего, твой подзащитный. Алло. Маша, Романова беспокоит. Скажите, пожалуйста, а где обычно заправлялся ваш муж? Угу. Да. Спасибо. А, Саша, ты могла бы мне помочь? Поезжай, пожалуйста, к Елене Васильевне и возьми у нее квитанции на оплату продуктов на денежные переводы. Хорошо. То есть, вы его хорошо знаете? Нет, как зовут не знаю, но он и заправлялся у нас все время. И масло покупал, и машину мыл. Очень хороший мужик. На полный бак всегда полтинник чаевых давал. А то и сто. Ну, года два я его заправлял. Ну, а потом, в тот день, последний раз видел. А почему вы так хорошо запомнили именно тот день? 11 мая, два года назад. Так у меня же тот день сын родился. Вот такой пацан растет. Я его заправил. А мне как раз из роддома жена звонит. Так этот мужик, когда узнал, что у меня родился сын, сразу мне пятисотку отвалил. Ну, типа на ползунки. Туда тоже. Артем утром заправлялся на заправке, поэтому он был жив. И значит, никто его до 11 мая не убивал. Знаете что, давайте порассуждаем, а? Если Артем, ну, предположим, уехал в заправке, и что потом? Что? Версии кончились? В Елене Васильевне доставляют продукты с того момента, как Артем пропал. А деньги переводят через банк Бикс Кредит. Вот квитанции. Девочки, в порядке бреда. А если предположить, что Артем попросту сбежал, а? Ну, это действительно бред. Ну, с чего бы он сбежал? Он что, кретин, что ли? Я, скорее, знаешь, поверю, что его инопланетяне умыкнули. Между прочим, у дандруистов есть защита. А ты инопланетян? Не только от высших сил. Если натощак выпить полстакана водки и запить молоком, то... Да уж, Нателла, только уже после этого ничего не будет интересного. Интересно другое. А как можно узнать через банк, кто деньги переводит? Только по запросу суда. Запрос еще получить надо, а для этого нужно обоснование. Это все долго. Тогда остаются личные связи. Кстати, этот банк – часть промышленно-финансовой группы «Першина». с этим я сама разберусь. Жень, я действительно тебе очень благодарна. Рад хоть так помочь правосудию. Обращайтесь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, зайка. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вот. Результат экспертизы. Этот труп не Воронина. Да подождите вы. Курского надо отпускать. Да уж, Екатерина Эдуардовна, от вас у нас одни неприятности. Нельзя судить человека за убийство, если даже сам факт смерти не установлен. Нет трупа, нет дела. Продукты посылает Полина. Чего это ты взяла? А ну-ка, покажи квитанции. Получается, что Полина сначала стала отправлять продукты и деньги, а потом узнала о пропаже Артема Воронина. Но в материалах четко зафиксировано, что Морозова от следователей узнала о пропаже собственного любовника. У Морозовой был повод отомстить Артему. Он ей наврал. Я уверена, это она его убила. Значит, накануне исчезновения Артем узнал от Полины, что она беременна. А потом наврал Полине, что его жена Маша тоже ждет ребенка. Поток сознания какой-то. Девочки, во что новые версии появились? Вот что дендруизм-то делает. Не зря я стол обаурила и белым все обклеила. У нас новые версии. Так, Саша, давайте мне сейчас сначала внятно все расскажешь. Боже мой, девочки, я ничего не понимаю. Ну, вашего Курского отпускают, правильно? Значит, мы свою работу сделали. Ну, и успокоились бы на этом, так нет же. Новый подозреваемый появился. Кать, поехали к этой Полине. У нее что-то мобильник не отвечает. Так, девочки, сумасшествие, ей-богу. Оно заразительно, вот правда. Да подождите, Кать, я с вами. Мне же интересно, ну подождите. Он действительно сумасшедший дом. Слушайте, мне кажется, у этой Полины в доме очень много белого. По углам белое, белое, белое. И кресла, знаете, такие под старину, очень мягкие и удобные. Слушай, это-то тут при чем? При чем? Белое – это к удаче, под андруистом. А кресло это тоже под андруистом? Господи. Нет, почему под андруистом? Кресло-то я вчера видела в мебельном салоне. Такие красивые, удобные. Ну, цены, девочки, это просто ужас. Екатерина Эдуардовна, я вам так всем благодарна. Спасибо. Здравствуйте, Екатерина Эдуардовна. Добрый день. Вот хотел вас поблагодарить. Меня освободили. Правда, пока под подписку, но все равно спасибо. А дочь мне машину подарила. Старенькую, правда. Ну, вот попробую частным извозом заняться. Замечательно. У нас как раз нет машины. Вас подвезти? Куда? Кусечка, ничего, сейчас мы приедем, ладно? Черт! Кусечка, ничего, сейчас мы приедем. Она сбежала. Ну, почему сбежала? Может, просто в магазин вышла? Простите, вы к Полине? Да, к Полине Морозовой. А она здесь не живет. Давно уже. А вы не знаете, где ее можно найти? Мы из адвокатской конторы, мы расследуем дело по исчезновению Артема Воронина. Исчезновение? Мне Полечка ничего не говорила. А оно и понятно. Она его и помнить не хочет. Ведь как он тогда с ней поступил, нехорошо. Сколько пальцев? Доча. Какая моя? Да где моя дочь? С ней все в порядке. Только пара царапин. И с вами скоро все в порядке будет. Доктора уверены? Домой. Ага. Как... Домой? Как... Как домой можно? Домой. Ну, недельки через полторы. Не раньше. Нет. Петлица. Так вот, сил не было смотреть на Полечку, как она переживала. Но ведь справилась. Ребеночка родила. Живет на даче у родителей. А свою квартиру сдает. На это и существует. А вы сами хорошо знали Артема? Ммм. Так. Так. Вот помню, как он последний раз к Полечке приезжал. Опомнился. Прощение приехал просить. Ну, уж поздно. А когда это было? А это было в позапрошлом году. Э-э... 11 мая. Я тогда ему и сказала, что Полечка на даче живет и видеть его больше не хочет. 11 мая? Вы уверены? Абсолютно уверена. У меня в этот день был юбилей. Привет. А где машина-то? Сломалась? А Полина? А Полина уехала, наверное. Закрыто все. Так. Ну что, времени терять не будем. Катя, ты что, с ума сошла? Катя, ты что, с ума сошла? Катенька, это нарушение прав, это самое... Екатерина Эдуардовна! А вы здесь, у вас и так условно... Часть первая, слышишь, статья, это самое... Аккуратно. У К... Катя... Я знаю, Нателл. Ты... Господи, что я делаю? Ну, выставай, помоги я. Ну, давай. Давай, держу. Молодец. Саня. Так, девочки, не будем останавливаться на достигнутом. Катя, ты с ума сошла? Катя! Катя, не я! Ну, пожалуйста! А-а-а! Прошу вас. Мы встречались... Почти два года. Он просто не мог никак выбрать между... Между мной и своей женой. Как-то ко мне пришел и сказал, что... Что она в положении. И что его... Жена в положении. А-а-а... Я ушла. А потом... Казалось, что он просто врал. Просто врал мне. Никого нет. Никого нет. В тот вечер Артем... Приехал ко мне. Я не собиралась с ним ничего делать. А он опять... Начал мне врать. Вы понимаете? Снова врать. Значит, и без машины. Да сломалась, зараза. У Царицынского парка это не важно, Поль. Я завтра поговорю с Машей. Подам на развод. Завтра? Здорово. Тема, слушай, раз уж ты здесь, может быть, ты мне поможешь там внизу лампочку в подвале вкрутить? Тема, лампочку в подвале. Мне просто тяжело уже залезать. Ну, конечно. Да? Да? Конечно. Слушай, если нас здесь застукают, запрет на работу нам обеспечен. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так. Оль, какое тут менять? Полина, это не смешно. Открой! Полина, открой! Полина, открой! Полина, открой! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Нет, я сказал! Боже мой, кто это самое? Только скажите, как достать нужно? Руки! У меня чулки поехали. Руки, я сказал! Так неудобно валяться здесь. В комнату проверить. Слышите? Ну, вы же понимали, что его ищут. Да. Милиция ко мне приходила. Сказала, что с Марты его не видела. На даче рожала. Не могла я его бросить на неделю одного. Я ведь его любила. Простить только не смогла. Выходит, ты заморозов. Я все потерял. У меня нет семьи. Нет друга. Я покойник. Боже, как же я ее ненавижу. Увезите меня отсюда, пожалуйста. Я вас очень прошу куда-нибудь. Хотите, мы вас отвезем? Так, ребят, а как это вы здесь оказались, а? Девчонки, а вообще дворота открыты. Скалолазка. Ничего. Держись, старик. Не с такого вы карабливались. Я ведь так и не видел свою дочь. Вы понимаете, что это такое? Два года взаперти. Сурина. Субтитры создавал DimaTorzok Так, значит именно эта женщина Морозова незаконно удерживала вас в подвале своего загородного дома. Давайте я все подпишу и уже наконец уйду. Хочу все забыть. Подпишите протокол ознакомления вот здесь. Где моя дочь? Я пришел забрать ее. Тёма, это моя внучка. Господи. Люба. Люба. Воронин, подпишите. Меня... Меня никто не похищал. Люба. Понимаю. Люба. 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 kay. Люба. г